Каждое произведение, каждая работа, будь профессиональный художник или не профессиональный, это душа, которую видно, которая раскрыта. Безликие, улыбчивые, с грустинкой в глазах, повсюду ангелы. У каждого автора своя история и свой хранитель. Идея экспозиции родилась в Красноярске в далёком 1997 году. Молодая художница Юлия Иванова серьёзно заболела и была буквально между жизнью и смертью. Каждое утро, просыпаясь, она рисовала ангела в благодарность за прожитый день. В итоге за год девушка изобразила 365 архангелов и, о чудо, выздоровела. Писать картины она продолжает и сейчас, а поддерживают её в этом деле художники со всего мира. Посетители говорят, выставка получилась душевная, каждую работу можно разглядывать часами. Показывая то, что для них важно именно в этой жизни, и что они нацелены на семью, или на себя, которые смотрят на то, что им важно, и изображают именно это. Потому что для каждого человека ангел может быть очень даже телесным. На выставке представлено более 30 работ художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии и Италии. Несколько картин написаны минусинскими авторами. Сам процесс рисования ангела – идея оригинальная и очень необычная. И даёт очень необычный опыт. Наталья Авдовенко, местная художница, участвовать в проекте согласилась, не задумываясь. Говорит, у каждой картины здесь живое дыхание. Рисуя своего ангела-хранителя, получила огромный опыт. Приходилось подсознательно с ним разговаривать. Мне было интересно нарисовать своего, ощутить, какой же у меня ангел. Мне было интересно, как он у меня начнет проявляться. Я, в общем-то, счастлива была с ним познакомиться через создание работы. Арт-проект «Ангелы мира» сейчас – это более 300 работ профессионалов и новичков из 20 стран мира. Всего же организаторы планируют собрать коллекцию из 365 картин. На каждый день в году свой ангел-хранитель. В итоге должно получиться огромное панно. Каждая работа, которую художник пишет, он пишет, на самом деле, проживает эту работу сам. Кто-то болел благодаря этому здоровью, кто-то не мог родить, рождаются дети. Мы не говорим, что они исцеляющие какие-то работы, какие-то вещи. Но то, что они несут энергию, несут энергию тепла, позитива, какой-то радости. Экспозиция пробудет в Минусинске до конца июля. Посмотреть на ангелов-хранителей можно будет и в Шушенском 13 июля на фестивале «Мир Сибири». В августе уникальная выставка посетит Абакан. В октябре – Красноярск. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Енисей. Новости.